Добывать легко, обрабатывать, а тем более что-либо ваять крайне сложно. Камень, чья история исчисляется сотнями лет. Сегодня в Новосибирском краеведческом музее открылась уникальная выставка «Российская яшма». О минерале узнал больше Анатолий Харитонов. На этой выставке все экспонаты условно можно разделить на две группы. К первой относится природная, то есть необработанная яшма. Это вот такие камни, которые можно трогать руками. За разноцветными булыжниками автор экспозиции, новосибирский геолог и коллекционер минералов Игорь Карлов ездит на Урал. Яшмовый пояс, узкая полоска на карте России, 500 километров с севера на юг. Республика Башкирия, Челябинская и Оренбургская области. Сырье найти легко, но архи сложно. Превратить его в посуду, украшения, предметы интерьера. Все это – вторая группа экспонатов. 18 век – расцвет камнерезного искусства. Из яшмы делали все – от крошечных запонок до гигантских ваз. Кстати, самая большая – царь ваза. Детище алтайских мастеров хранится в Эрмитаже. Ее высота – 2,5 метра. Государство поддерживало. Все заводы были государственные, все мастера были свободными на зарплате людей. Но надо понимать, что каждая ваза, она точилась от 10 до 30 лет. Отец начинал, сын продолжал, внук заканчивал. На Руси были так называемые мастера-легкотрудники, которые привозили из Италии алжирский мрамор. Внешне он очень похож на яшму, но дешевле и мягче. С ним проще работать. Так предприимчивые умельцы повышали цену своего товара. Утверждали, что изделия – из благородного уральского минерала. Отличить один материал от другого очень сложно. По всем своим характеристикам мрамор яшми, конечно, проигрывает. Если посмотреть на наше преспопье, у нас есть нож для резания бумаги. Очень хорошо видно, что этот нож часто брали, и у него уже полировка стерлась. У яшмы полировка бы никогда не стерлась. Сегодня спрос на изделия из яшмы низкий. Появились новые материалы. Те, что имитируют природный камень. Например, пластмасса. Но, так или иначе, уверен автор выставки, есть у благородного минерала особенность, которую не заменит ничто. Двух одинаковых камней в мире нет. На срезах каждый узор, каждая линия неповторимы. Их зачастую рисуют знакомые нам образы. Анатолий Харитонов, Сергей Жданов. Новости ОТС.